но немножко неочередной. Сегодня я хочу представить нашего главного спикера. Это мой ассистент Настя. И я предлагаю ей слово. До этого Егор хотел запустить вот такую вот важную информацию. Самое важное сейчас будет вот в этом фильме, а потом Настя ответит на вопросы, или я, может быть, отвечу на эти вопросы, если она мне разрешит. Итак, надеюсь, вы меня хорошо слышите. Слышимость нормальная? Подтвердите, пожалуйста, и мы тогда запустим вам один интересный ролик, который поможет лучше понять, как же все-таки заходить на наш сайт, регистрироваться. Да, Оля, да, Людмила, Володя, приветствую вас. Слышно нормально? Хорошо? Окей, тогда я выключаю свой звук. Егор, если ты готов включаться. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжим знакомство и обучение работе с онлайн-инструментами компанией Forever Living Products. В частности, мы поговорим сегодня о регистрации, онлайн-регистрации через сайт компании foreverliving.com и оформление заказа в интернет-магазине. Начнем, пожалуй, с регистрации и пройдем сегодня шагами человека, который в компании только начинает регистрироваться. Для этого мы перейдем на сайт foreverliving.com. Для регистрации нам необходимо перейти в раздел «Меню» «Присоединиться». Справа внизу нажимаем «Начать». Мы видим перед собой форму регистрации, которую новичку нужно будет заполнить для того, чтобы его данные были сохранены в компании. Вверху странички проверяем, чтобы страна была выбрана Украина. Именно в этой стране будет происходить регистрация. Для удобства мы можем выбрать язык – русский, украинский, либо английский. Начинаем заполнять анкету и регистрировать новичка. Указываем имя, отчество, фамилию, дату рождения. Прошу отметить, что поля, которые отмечены звездочками, не являются обязательными к заполнению. Те же, которые не отмечены, они факультативны. Вот, например, идентификационный номер мы можем не заполнять, оставить пустым. Отчество желательно, несмотря на то, что оно не отмечено звездочкой, заполнять. В этом окошечке последний вопрос, который мы отмечаем – это язык, на котором к нам будут приходить имейл-рассылка по любому поводу. У нас здесь сейчас стоит русский, то есть язык, на котором мы заполняем анкету, но мы также можем выбрать украинский или английский. Когда все заполнено, нажимаем «Далее». и переходим к заполнению контактной информации. Указываем адрес проживания, улицу, номер дома и квартиру. Указываем телефон и указываем имейл-адрес. Если вы проживаете в областном центре, пожалуйста, указывайте район. Из списка областей выбираем область. Указываем индекс. Номер телефона. Начинаем вводить в формате с нуля. Можем указать также дополнительный номер телефона. Можем не указывать, а оставить это поле пустым. Указываем имейл. Обязательно обратите внимание, чтобы имейл был рабочий, у вас был к нему доступ. Помимо того, что на него будет приходить информационная рассылка, которая может вам понадобиться и быть интересной, в том числе это будет доступ. Это будет информация, которая поможет вам в сотрудничестве вашем с компанией. Обязательно этот адрес вам нужен будет для восстановления пароля. На него будет по умолчанию приходить пароль. И только на этот имейл-адрес. Поэтому будьте внимательны. И подтверждаем пароль, вернее, адрес имейл. То есть вводим повторно тот же имейл еще разочек. Пожалуйста, не указывайте имейлы, которые относятся к mail.ru, bk.ru. К сожалению, на них не будет приходить рассылка. Сервер заблокирован для получения подобных писем и рассылки подобных писем. То есть вы просто не сможете получить эту информацию, равно как и восстановить пароль. Для этого нужно будет потратить минуточку больше времени обратиться в компанию, чтобы вам этот пароль предоставили. Все решаемо, но времени вы потратите на это больше. Когда все заполнено, просмотрите, проверьте и нажмите «Проверить адрес». Вверху в сером прямоугольнике вы видите адрес. Вы на него можете обратить внимание еще раз, просмотреть, не допущена ли здесь ошибка. Если вдруг допущена ошибка, вы переходите «Вести адрес заново» и заполняете эту же информацию, но уже корректно, повторно. Если вас все устраивает, все контактные данные, адрес, номер телефона и имейл вы указали правильно, нажимаете «Далее». И переходите к выбору спонсора заполнения информации о спонсоре. Есть три варианта присвоения спонсора. Немножко вам для информации. Вы можете выбрать спонсора из списка предложенных. Например, вы знаете, как человека зовут. Примерно город, где он проживает, но у вас нет его номера дистрибьюторского. Вы можете осуществить поиск по имени. Вы можете предоставить компании возможность найти спонсора для вас. Или же выбрать его из предложенных в списке. Список формируется, исходя из вашего адреса проживания, ближайших к вам людей, которые активные, вы можете выбрать также. Либо, если вы знаете номер человека, вы просто вносите этот номер сюда. То есть 12 цифр дистрибьюторского номера вашего спонсора вы вводите в это поле. «Вери», нажимаете «Далее». Проверка на то, что вы не робот. И также проверка выбранного вами человека. То есть вот информация о вашем спонсоре, как его зовут, где он проживает. Контактные данные, которые он захотел указать, чтобы вы могли их видеть. В данном случае email-адрес. Если вы ошиблись, вы можете нажать на «Сменить спонсора» и ввести дистрибьюторский номер, проверить в своих записях, ввести правильно. Если все правильно, вас все устраивает, проходим проверку. Соглашаемся с условиями и положениями, ставим галочку и нажимаем «Далее». Проверяем все указанные нами данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения. Фамилия, язык информационной рассылки. Адрес проживания, номер телефона, email-адрес. И данные точно так же о спонсоре. Если вдруг мы где-то в чем-то ошиблись, нажимаем «Назад» и переходим к редактированию нашей анкеты. То есть вводим заново данные, исправляем их, как мы делали до этого, заполняя. Если все указано верно, нажимаем «Зарегистрироваться». Вверху страницы мы видим сообщение об успешной регистрации, о присвоенном дистрибьюторском номере и извещение о том, что в ближайшее время нам на почту придет пароль для входа в интернет-магазин. Переходим в свой почтовый ящик, проверяем наличие этих писем. Обычно немного времени проходит, это минута, несколько минут. Вот пока что у нас не пришло. Ожидаем на письмо с паролем. Например, сейчас уже после регистрации мы хотим сделать заказ. Опять же, возвращаемся на главную страницу сайта foreverliving.com. Переходим в раздел «Авторизоваться». Вводим дистрибьюторский номер, который был пересвоен системой, который мы видели вверху странички. И пароль. Пароль мы ищем на почте. Вот у нас как раз прошло где-то порядка 2-3 минут, он пришел на почту. Извещение о том, что регистрация была успешна. Среди прочего, был указан пароль в нашей рассылке. Берем же этот же пароль. Вводим его в поле пароля. Нажимаем «Ход». Мы видим, что как только мы зашли, система сайта просит нас пароль поменять. Заполняем необходимую информацию. В верхнее поле опять вводим тот же пароль, с которым мы только что сюда зашли. Дальше задаем новый. Новым паролем потом будем пользоваться все время для входа в интернет-магазин. Он должен быть не менее 8 символов. Использоваться в нем могут только буквы латинского алфавита. Обязательно и большая, и маленькая буквы. Обязательно цифра и обязательно специальный знак. Задаем пароль. Повторяем его. Выбираем из списка вопросов вопрос. Внизу пишем на него ответ. Сохраняем данные. Как видите, мы все параметры указали верно. Пароли совпадают. Все параметры учтены. Получаем извещение о том, что пароль обновлен. Он сохранен и действительно для дальнейших наших входов постоянно. Закрываем. В интернет-магазине, точно так же, как и в форме регистрации, мы можем выбрать удобный для нас язык. Русский, английский или украинский. Для заказа переходим в раздел «Магазин». Наводим на него курсор. Выпадает список из категории «Продукции». Переходим в ту категорию, в которой хотим сделать заказ. К тем продуктам, которые хотим добавить в корзину и в итоге заказать. Сейчас мы находимся в напитках. Например, мы хотим заказать гель алоэ вера. Выбираем количество. Нажимаем «Купить». Видим справа в корзине, он отображается. Отображается его стоимость. Стоимость уже по цене новичка. Помним, что мы делаем сейчас заказ на новичка. Только что зарегистрировано количество кредитных коробок. Допустим, это не весь наш заказ. Мы хотим заказать что-то еще из категории «Диетические добавки». Переходим туда. Справа в корзине все так же остается. То есть то, что мы туда уже добавили, оно там и есть. И выбираем еще что-то, добавляем в корзину, нажав на «Купить». Корзина обновилась справа, видим. Добавился еще один продукт. Допустим, это весь наш заказ. Мы больше не хотим ничего заказывать. Нажимаем внизу «Корзины» и «Заказать». Переходим к редактированию корзины и оформлению заказа. В корзине мы можем удалить продукты. Например, мы передумали. Для этого нужно нажать на «Изображение корзины» и продукт будет удален. Если вы хотите поменять количество продукции, вы меняете это в поле «Количество». После того, когда поменяли, обязательно нажмите «Обновить корзину». Тогда будет пересчитана актуальная цена, количество кредитных коробок и вся информация по нашему заказу. Если мы хотим добавить другие продукты в корзину, можем перейти к «Продолжить покупки». Опять переходим к категории продукции, добавляем в корзину, переходим к заказу. Если вы не хотите дальше переходить к оформлению заказа, но вы бы хотели, чтобы в вашей корзине для следующего раза, чтобы вы не добавляли те же продукты, все сохранилось, нажимаете «Сохранить заказ» и выходите из вашей учетной записи. Если вы хотите перейти к заказу, нажимаете «Далее». Вводим данные для доставки. Нажимаем «Вести новый адрес доставки». Обратите внимание, что адреса можно сохранять и в следующий раз их использовать просто из списка. Для этого в самом верхнем поле галочка должна стоять, что да, вы хотите этот адрес, который вы сейчас будете вводить, сохранить в адресную книгу. Нужно этому адресу обязательно дать имя. Дальше вводим данные для доставки. Вводим реквизиты, фамилию, имя и отчество человека, который заказ будет получать. То есть заказ можно оформить на дистрибьюторский номер, но не обязательно указывать получателем человека, который делает заказ. Но обязательно указать нужное человека, который этот заказ будет получать. Обратите на это внимание. В этом случае у нас будет один и тот же человек. То есть на кого оформлен заказ, тот же и будет получателем. Поэтому просто вносим эти данные в соответствующие поля. Данные для доставки должны вноситься на украинском языке. Это требования компании, которые доставляют продукцию, компании «Новая почта», они вносят информацию на украинском языке в таком виде. У них информация обрабатывается в их системе, она отображается корректно, ваши заказы доставляются быстро и правильно. Вносим имя, фамилию и обязательно отчество. У нас будет доставка на отделение «Новой почты», поэтому в следующем поле мы вносим номер отделения «Новой почты». Если у нас адресная доставка, то это поле мы оставляем пустым и в следующем вносим название улицы, номер дома и квартиры. Если есть, то и номер корпуса, куда будет доставляться продукция. В следующее поле вносится название района, в котором вы проживаете. Если это небольшой населенный пункт, он находится где-то в областном каком-либо центре, в районном центре нужно внести название района и название населенного пункта. У нас это город Киев. Из списка областей выбираем область. Обязательно. Вносим индекс адреса нашей доставки. Номер телефона в формате «Начиная с нуля». Номер телефона должен быть действительным. Обязательно его проверяйте. Он будет использоваться компанией «Новая почта» для того, чтобы прислать вам смс о том, что ваша посылка вас ожидает или едет к вам, и на каком отделении, в какое время ее можно будет забрать. Также вы получите от нас извещение о том, что ваша посылка отправлена. Так что номер телефона является очень важным реквизитом. Здесь, пожалуйста, будьте внимательны, обязательно проверяйте. И вносим адрес e-mail. Повторяем адрес e-mail. Внимательно проверяем все данные, чтобы у нас оба адреса e-mail, которые мы первый и второй раз вводили, они совпадали, были одинаковыми. Номер телефона. Очень внимательно обращайте внимание на номер телефона, на то, куда вам будет доставлена ваша посылка и кто будет ее получать. Когда мы все проверили, нажимаем «Далее». Выбираем способ доставки, исходя из указанной нами прежде информации. У нас будет доставка на склад новой почты, поэтому и отмечаем эту опцию. Мы здесь сразу же видим, сколько будет стоить доставка нашего заказа. Напоминаю, что все заказы на две кредитные коробки и больше доставляются бесплатно за счет компании. Все, что ниже, оплачивает получатель. Нажимаем «Продолжить». Выбираем способ оплаты. Мы можем выбрать оплату картой на сайте. Сразу же вносим реквизиты к картой, с нее списываются средства, и наш заказ моментально оплачен к моменту его завершения подтверждения. Это финальная точка, после чего мы ждем, что наш заказ будет обработан и доставлен. Либо мы можем запросить получение квитанции и оплатить самостоятельно через онлайн-банкинг, через терминалы или через кассу банка. Выбираете любой удобный для вас вариант. Мы выберем «Получить квитанцию». Отмечаем вариант и нажимаем «Далее». Для вашего удобства есть два счета, куда могут быть засчитаны ваши средства, ваша оплата. Это счет в банке «Укарексимбанк» или в «Приватбанке». Чаще всего клиенты выбирают «Приватбанк». Вы можете выбрать любой вам удобный. В этот раз выберем «Приватбанк». Нажимаем. Переходим к завершению. Здесь мы проверяем все указанные нами данные, кто будет получателем нашего заказа и где будет получен заказ. Если все правильно, так и оставляем. Если вдруг обнаружили ошибку, нажимаем «Выбрать другой адрес», вносим данные адреса корректные и повторяем все шаги, которые приведут нас к завершению и оплате заказа. Видим, каким образом и откуда будет доставлен наш заказ. Опять, если мы, например, хотим выбрать адресную доставку, а у нас до этого был выбран склад новой почты, переходим «Изменить способ доставки», вносим необходимые реквизиты, сохраняем, повторяем все шаги. Проверяем способ оплаты. Мы будем получать квитанцию и оплачивать самостоятельно. Если вдруг передумали, захотели оплатить карты, также можете это все изменить. Видим, что у нас есть в заказе. Название продукта, код, его количество, цену за единицу и стоимость всего, что мы заказали. Видим, сколько будет стоить доставка. Если у вас есть бонусы, которые списываются в качестве скидки, вы также здесь увидите информацию о том, сколько бонусов спишется под этот заказ. Если мы видим, что в заказе чего-то не хватает или чего-то слишком много, можем изменить заказ. Если нас все устраивает, мы принимаем условия положения и нажимаем «Завершить и оплатить». После этого ваш заказ отправляется в компанию на обработку. Квитанция об оплате находится вот здесь. Вы видите номер заказа, согласно которому вы будете производить оплату. Можете распечатать квитанцию к оплате. Здесь указаны банковские реквизиты. Номер банковского счета, куда будет засчитана ваша оплата. Здесь также указан номер вашего заказа и сумма к оплате. Это все можно распечатать. В принципе, это все. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, направляйте нам. Мы все вопросы со всеми ими ознакомимся, и вы получите на них ответы. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Настя, спасибо. Очень содержательное видео. Очень правильное. Мы, наверное, его поставим еще раз для тех, кто хочет посмотреть его еще прямо сейчас, сегодня. И, Егор, я думаю, что мы сможем его выложить в ближайшее время, может сегодня, может завтра, в наших новостях, на нашем канале также. И есть еще вопросы. Я тогда думаю, что Настя попробует сейчас ответить. Если она с нами. Настя, ты можешь говорить? Ну, такие вопросы. Как зарегистрировать человека, который проживает в США или Казахстане? Ну, во-первых, давай, Настя, тебе тогда предоставляю слово, если у тебя получится. Да, здравствуйте. Слышно меня? Слышно, хорошо, да. Регистрация. Давайте начнем с регистрации в США. В США регистрация происходит через глобальный сайт, к которому недавно присоединилась Украина. Прежде чем присоединить человека на глобальной платформе, вы, в принципе, переходите вначале в страну, в которой вы планируете его регистрировать. И после этого процедура регистрации чуть-чуть будет отличаться, но примерно в тех же разделах меню вы ее можете найти. То есть регистрация происходит через глобальный сайт. В Казахстане регистрация происходит через их локальный сайт. Тот, который действует в их стране, они пока не присоединены к глобальному сайту. Поэтому все ссылки на регистрацию можно получить непосредственно в офисе FLP в Казахстане, написав им запрос на e-mail, они вам отправят ссылки на сайт, где у них происходит регистрация и покупка продукции. Либо, в принципе, на глобальном сайте foreverliving.com содержатся все контактные данные всех офисов, независимо от того, через какой сайт они работают. Вы переходите на страничку Казахстана, и если вас интересует регистрация, переходите точно так же на регистрацию. Из их страницы будет происходить переадресация на локальный сайт, на страничку, где у них идет регистрация. Я понимаю, скорее всего, информация немножечко путана. Можете задавать наводящие вопросы, либо, если есть необходимость, это можно будет просто расписать, и в печатном каком-либо варианте для вас это будет более удобно, эту информацию воспринимать, вы с ней сможете ознакомиться. То есть можете сейчас задавать вопросы, мы, по возможности, будем на них отвечать либо сейчас устно, либо напишем инструкции. То, что касается регистрации. Если вы допустили ошибку в регистрации, неправильно указали контактные данные, неправильно указали имейл, либо номер телефона, вы можете всегда обратиться к нам на любой имейл-адрес компании, желательно и быстрее всего это будет решаться, если вы пишете на имейл-адрес секретаря flpu.foreverliving.com.ua либо на отдел заказов flpu.zakaz.sobaka.gmail.com Все, что касается поменять данные по регистрации, если я правильно понимаю ваш вопрос. И мы их меняем, мы вносим эти данные в нашу систему, отправляем вам подтверждение о том, что мы получили ваше письмо, и согласно вашему письму вынесены изменения. Ну вот еще вопрос есть. Когда акционные товары будут проходить со скидкой в случае покупки сайта? Тут речь о том, что бывают ситуации, когда мы быстро проводим акцию, которую в случае, чтобы она работала в нашем интернет-магазине, мы должны это делать, регистрируясь в системе в IS-400, и иногда это просто либо трудно, либо не хватает времени, и такое происходит. Мне ситуация очень не нравится, поэтому мы в любом случае будем так или иначе планировать только те акции, которые либо заранее планируются, можно провести в интернет-магазине, либо будем выбирать те, которые можно провести в интернет-магазине. Поэтому, Лора, вы наступили на самое больное место, и для нас это очень важно, чтобы все промоушены были и на сайте, и по электронной почте. Как правильно указывать реферальную ссылку в Украине, Михаил? У нас есть реферальные ссылки, которые мы показывали. Если, Настя, у тебя удастся показать сейчас, может быть, нашу новость на нашем сайте, она тоже есть. Нижний Егор сбросил ссылку на новость. Там есть информация про три вида ссылок. Вот видите, чуть-чуть ниже, Михаил, прямо Валентина, и через два сообщения там просто есть ссылка. Можете зайти, посмотреть, как правильно сбрасывать ссылку на украинский сайт. Я пытаюсь про продукцию, мать на увазе Романа, что вы мали на увазе. Это вы имеете в виду в случае заказа. Вам неправильно, некорректно составили заказ, который пришел. В этом случае вы обращаетесь на FLPU собака заказ, вернее, flpu.заказ собака gmail.com, и они эту информацию обрабатывают, связываются с вами по поводу недовложения или неправильного вложения товара, то есть этот вопрос решается. Обратитесь в компанию, его как можно быстрее мы решим. Настя, огромное спасибо тебе сегодня за такой содержательный фильм. Я думаю, что если вы не против, можем фильм поставить прямо сейчас еще раз. На этом мы наш вебинар на сегодня закончим. Если есть вопросы, мы еще раз ответим. А вы, кто не успел или кто хочет еще раз посмотреть, вы можете просмотреть фильм еще раз. Принимается такой план? Если принимается, тогда мы прощаемся. Можно ли еще такое видео, когда датчик регистрируется еще через анкету, не писал электронную почту, а теперь хочет открыть интернет-магазин? Я думаю, что да. Мы просто дадим в качестве видео инструкцию по восстановлению пароля. Каким образом это можно будет сделать? Настя, спасибо. Тогда заказ на 2 и более чек на домополучателя только по e-mail. Да, на сегодняшний день, Люба, только по e-mail. Спасибо вам тоже, дорогие наши предприниматели Forever. И мы тогда, раз вопросов больше нет, мы включаем вам фильм еще раз для просмотра. Настя, огромное спасибо. Всем спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр.